МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехал на телеканале Леа Минор и я ведущий программы Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях редкая птица, я бы сказал. Редкая птица долетит до башни Останкино. Но, мне кажется, для наших гостей таких преград, как высота, территория, дальность полета, просто практически не существует. Можно с такими крыльями, с такими крутыми парнями облететь весь мир, совершенно не растеряв ни потенциала, ни сил, ни таланта. Группа «Белый орел» сегодня у нас в гостях. Встречайте! Отлетела листва у природы В свое обновление И туманы ночами стоят И стоят над рекой Твои волосы, руки И плечи Твои Преступления Потому что нельзя Нельзя быть на свете красивой такой. Эти желтые листья в ладони свои забираешь, Отсверкали они и лежат на холодном лугу. И ты сердцем моим, словно листьями, теми играешь И бросаешь костер, не сжигай только нашу мечту. Потому что нельзя, потому что нельзя, Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, Потому что нельзя быть на свете красивой такой. А-а-а-а-а-а-а-а... Я боюсь твоих губ для меня Это просто погибель В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума И все это хочу навсегда, навсегда Я покинуть, только как это сделать, ведь жить не могу без тебя Потому что нельзя, потому что нельзя Потому что нельзя быть на свете носит такой Потому что нельзя, потому что нельзя Потому что нельзя быть на свете красивой такой 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 В исполнении группы «Белый орел» прозвучала песня на русском языке о пакубном влиянии женской красоты на нормальные мужские организмы Привет, ребята, привет, Саш, здравствуйте, господа музыканты Но я думаю, стоит все-таки еще раз Вы у нас не первый раз Назвать, кто сегодня пришел нас радовать своими песнями Поименно Музыкальный руководитель Ветеран, конечно, Леонид Леонид Гривнов Аплодисменты Соответственно Гитара Красная Красная гитара Шестиструнка Дмитрий Чернышов Барабаны Вячеслав Сердюков Пожалуйста, пару ноточек можно извлечь? Я есть пару Спасибо Красный барабан Красный барабан Красный, да Бас-гитара Дмитрий Голощапов Ну, практически группа «Мэн энд Блэк» Да Практически Ну, вот я Мэнс, да И вот у тебя только, конечно же, из удава какого-то питонистого такого, наверное, с южной реки какой-нибудь в стране ЮАР был приобретен. Ну, где-то оттуда. Скромнее, скромнее. По севернее края. Да, по севернее. Ясно. Друзья мои, вы у нас не были определенным количеством времени. Что за это время у вас хорошего произошло? Озадачил, понял? Ну, нет, нет. Очень много, очень много хорошего. Просто временные рамки, они настолько растянули. То есть, что за то время, пока мы не были, не помним точно, что произошло. Но за прошлый год у нас было очень много приятных событий в жизни группы. Мы посетили Израиль, были в Париже, были в Англии. Говорите? В Америке. Ну, в Америке. Да, у нас был большой такой отчетный, так скажем, и очень удачный концерт в Москве 2 января. Вот. Был большой сибирский тур. По тракту. Ну, да, вообще. К тому самому. К тому самому, да. Что еще? Ну, коротенечко. Много странных континентов. Да, много-много-много странных континентов. Мы практически записали новый альбом. К сожалению, пока еще его не выпустили. Сегодня новые песни прозвучат? Да, из нового альбома обязательно. Значит, порадуемся, отлично. Да. Прямо следующей песней. Что еще? Да, вот следующую песню, например, споем новую. Да, живем вот красивой, хорошей, надеемся, творческой жизнью. Ну, что ж, Саш, достаточно большое количество пунктов ты обозначил. Я думаю, есть о чем поговорить и мне, и нашим телезрителям. А я бы хотел вот задать такой вопрос. 23 мая 2009 года состоялся праздник, насколько я понимаю, группы «Белый Орел». Был день рождения основателя коллектива Владимира Жечкова. Как все прошло? Ну, в общем, как всегда, Леня как-то лукаво улыбается. Хорошо, я по-другому вопрос задам. Наверное, у Лени. Лень, сколько длился день рождения Владимира? Ну, он до сих пор не закончился. Хороший человек! Да, от дня рождения до дня рождения мы, в общем, постоянно празднуем. Так и живем, да. Как все это дело происходило? Ну, как обычно, мы выпивали, поздравляем. Нет, ну, это понятно, Леонид. А что? А что такое необычное? Для начала, для того, чтобы встретить день рождения с нашим продюсером Владимиром Жечковым, да, кто не понимает, о чем идет речь, для этого надо сегодня уже взять, сесть в самолет, долететь до Парижа, и только в этом случае есть возможность с ним встретиться. Уже несколько лет он живет в Париже, но мы постоянно поддерживаем связь, все творческие наши планы, все наши деяния, чаяния, мы все споразумеваем, решаем, подводим общие знаменатели, и только тогда, как бы, принимаем уже конечное решение. Короче, постоянно все на телефоне, связь с Парижем, молодая девушка, 72-я. Да, да, да. Да, да, да. Что самое слышно. Тихание затая, да. Да, да, да. Именно так, именно так. Так что, нет, нет, все в отличном творим, слава богу, сегодня век интернета, век быстрых технологий позволяет общаться часто, долго и... Плодотворно. Плодотворно, да. Насколько я понимаю, день рождения проходил так, стоял огромный монитор, вводилась интернетская программа прямого общения, я не буду уточнять, какая. Владимир, там, из Парижа, так, спасибо, ребята, что вы про меня помните, что не забыли, и вы так, да Володя, о чем речь, давай, третий туз, родители, поехали. Об монитор стукнулись, об камеру, поехали, следующий. А сейчас для Владимира, у которого сегодня день рождения, с наилучшими пожеланиями в исполнении группы «Белый Орел» прозвучит следующий музыкальный подарок. Следующая песня «Ты любимая». Для Владимира? Нет, это к слову пришлось. Я понял, на самом деле, это одна из любимых песен на сегодняшний день нашего продюсера, он очень любит эту песню, мы всегда вместе ее поем, сегодня мы ее поем. Опять же, с помощью интернета. Нет, почему, мы часто ездим в Париж, зачем? Поехали. Я твои поцелую руки, ты прости за печали муки, за похищенную свободу, за испорченную погоду. Ты прости, я тебя не стою, ты поспи, я тебя укрою. Посижу рядом тихо-тихо, без скандалов, без слез, без крика. Я тебя обниму за плечи, я хочу быть с тобою вечно. Нет на свете людей дороже, я тебя поцелую, можно. Ты любимая, ты родимая, я себя теперь ненавижу. Ты красивая, добрая, сильная, я тебя никогда не обижу. Ты любимая, ты родимая, я себя теперь ненавижу. Ты красивая, добрая, сильная, я тебя никогда не обижу. Ты ночами меня искала, понимать и любить устала. Бросить все и уйти мечтала, но потом, как всегда, прощала. Но в глазах твоих лишь отчаяние, ты не веришь в мои обещания. Вновь кричу я, что буду держаться. Ты меня умоляешь расстаться. Проклинаю себя, но все же, друг без друга мы жить не сможем. Кто нам в этом еще поможет, может, ты, умоляю, о Боже. Ты любимая, ты родимая, я себя теперь ненавижу. Ты красивая, добрая, сильная, я тебя никогда не обижу. Ты любимая, ты родимая, я себя теперь ненавижу. Ты красивая, добрая, сильная, я тебя никогда не обижу. Я твои поцелую руки, ты прости за печаль и муки. За похищенную свободу, за испорченную погоду. Я твои поцелую руки. Зая, нужно идти на сцену из салата, еще не стряхнув себе ошметки салата, выходить на сцену, радовать публику. Как вы осилили, друзья мои? Секрет вашего метаболизма, можно так вот вопрос поставить. Физически мы, слава богу, готовы, потому что после второго было третье, после третьего было седьмое. И, в общем, небольшое. Восьмой, девятой, десятой. Так что, да, здесь никаких, в общем-то, секретов нет, хорошее настроение, любовь к тому, что ты делаешь, в общем-то, делает чудеса. Благо, что другой вопрос, что те люди, которые пришли на концерт, и, к счастью, полный зал был, был практически аншлаг. И это было для нас, в общем-то, с одной стороны, неожиданно, но с третьей стороны, да, приятно. Вот, потому что, ну, мы-то ладно. Мы-то ладно, почему любим свою музыку? Не, ну, по роду, так и артисты, да. Да, да, а второго числа люди, которые пришли на концерт, и хлопали, и ждали музыку, и не отпускали, хотели еще. То есть, вот это, конечно, в общем-то, дорогого стоит. Слушай, ну, насколько я понимаю, ваша энергетика, ваш репертуар смогли сыграть просто чудодейственную реанимационную функцию на всех зрителей, которые пришли на ваш концерт, потому что, если, может быть, в начале концерта они еще сидели вот так вот, и в глазах светился тяжело, тяжело, то потом, как все хорошо. Да, да, действительно так. Все куда-то девалось, да, ничего не осталось. Но очень много отзывов в интернете, до сих пор не можем ответить на все поставленные вопросы, поблагодарить за все вот эти некие сообщения, которые были в адрес того, что концерт понравился. Но, в любом случае, это всегда приятно, что мы, в общем-то, находимся вот так, скажем, к счастью или, может быть, просто вот в данный момент в пике своего творчества. Здравствуйте, у нас звонок. Алло. Здравствуйте, у нас звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я с вами? Да с нами уже. Здравствуйте, это Ирина, город Москва. Виталий, добрый вечер. Добрый. Я, наверное, вам не звонила, рада, что приехала сюда, и вот как будто оказалась дома, и вдруг Белый Орел. Очень приятно. Вас спрашивали с праздниками, и с днем Татьяна сегодня. А по поводу вот 2 января, хотелось бы отнестись к словам, только что услышала вашу дискуссию, Ксении Стриж, кого-то она цитировала. Как яхту назовешь, так она и поплывет. Белый Орел есть Белый Орел, в общем-то. Как птицу назовешь, так она и полетит. Да, вот на самом деле, наверное, это действительно так, потому что харизма названия, она существует, и, конечно, это классное название, классная группа. У меня вопрос вот к Александру. Может быть, он несколько личностный, если неудобно отвечать. До какой степени вы вкладываете личные переживания? Вы так поете? Вот просто всегда слушаю. Такое ощущение, что вы все пропускаете через себя. До какой степени вы вкладываете личные переживания в то, что вы поете? Вот мне интересно, как пишущему человеку. И второй вопрос, совершенно практичный. Не буду называть канал, мне просили этого не делать. Я видела вас в одном кулинарном шоу. Вы готовили... Я кулинарка, второе мое увлечение к кулинарии. Вы готовили удивительное блюдо, я сейчас его использую. Называется мясное хлебное мясо, по-моему, или что-то такое. То есть до какой степени материальное имеет место в вашей жизни? И действительно вы увлекаетесь кулинарией? И вообще, до какой степени вы человек домашний или нет? Или все-таки вы вот... Я понял вопрос. Да, вот эти песни, которые вы поете, которые очень многих женщин, я думаю, воодушевляют и крыляют. Все-таки где-то что-то должно быть материальное, или его нет, или это было просто шоу. Спасибо большое. И всего вам хорошего. И чтобы вы нас дальше радовали. Поверьте, что очень-очень... Да я думаю, мужчина с радостью слушает такого мужчину, который дарит их женщинам такую радость. Спасибо вам. Всего вам хорошего. Спасибо. Вы все сказали, уже даже добавить нечего. Только слова благодарности. Отвечать на вопросы, нет? Поставленные. Надо. Да, она спросила. Да. Ну тогда давайте ответим сначала на второй. Так получилось в моей жизни, что когда в те времена, когда еще я учился в школе, было такое замечательное движение, или как сказать, один день мы учились в УПК. Вот это УПК, так как я очень хотел постоянно быть на виду, общаться с прекрасной половиной общества, я знал, что если я пойду на повара... Затесался, значит, в прекрасную половину. Вот, и я как бы пошел на повара, что в принципе мне помогло вот в этом шоу, потому что, если честно, я много не готовлю, стараюсь не то, что этого не делать, просто на это нет времени и как бы нет возможности такой. Но когда на это есть возможность, я все с удовольствием. И навыки, вот, вы знаете, я думал, что как бы так не получится хорошо, но оказывается, это руки помнят. И самое интересное, что для всех могу сказать, кто видел это шоу, что я действительно готовил сам, это никакой, никаких там подставных вот моментов, то есть все от начала до конца я готовил сам. Единственное, что я не успел записать, что надо было положить немного сметаны там или майонеза. Ирина, записывайте, пожалуйста, а то не знаю, что у вас получается. В курицу. Другое блюдо абсолютно. В курицу. В курицу сметана. Да, и этого в пункте не было, они сказали, а так как мы уже не внесли этот пункт, то добавлять сметану не имею права. Но пока отвернулись все, я, значит, туда пару ложек положил сметаны, чтобы повкуснее было. Зря ты сейчас это говоришь, кстати, Саша. Потому что могут протестовать в легкую твои коллеги по кулинарии. Нет, коллеги, слава богу, там учитывалось не только поварское, да, так скажем. Там учились человеческие качества, потому что это было общение. Ну и культ массовой способности. Да, культ массовой способности. Вот, так что спасибо, что смотрите нас на всех возможных телеканалах и слушаете нас по радио. Особенно слушайте нас по замечательному каналу «Ля минор». Еще сейчас одну секундочку, Саша, я от себя. Ирина, я как-то даже удивлен, когда вы еду, в принципе, путь к сердцу мужчины через что лежит? Через желудок. А вы еду, путь к сердцу мужчины материальной частью назвали. Как-то это непривычно. Я люблю дом, люблю сидеть дома, я телец по знаку. Но когда уже сажусь в машину или лечу по работе, во мне уже происходят другие какие-то, может быть. Знак меняется. Да, знак меняется, да, но уже на противоположной, здесь больше от года. На орла, да. Вот, и я вот эта обезьяна, которая во мне живет. По-любому на орла. А то, что касается первого вопроса, напомните? Такое впечатление, будто то, что ты поешь, что все пропускаешь через себя. Ну, знаете, дело в том, что, наверное, если, вот я тоже думал, что если, ну, можно так просто спеть и все получится. На самом же деле нет. Если песню не пропускаешь через себя, через свою душу, то, наверное, фальшь, она будет слышна. И только когда ты прочувствуешь песню, вот тогда начинает звучать. Так что здесь как бы без вариантов. А мы сможем убедиться на примере следующей песни. С высоких гор. С высоких гор спускается туман. Когда всю ночь шумит кафе Шантан. В кольце закатов, лестниц и дверей. Мы пьем коньяк с возлюбленной моей. Сирень в петлице тверд, воротничок. Хрустят манжеты, галстук прост и строг. Откинусь в кресле, перейду к вину. Как я осмелюсь, как же я начну. С высоких гор спускается туман. Когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под синью сонных струй. Я лаской вырвал первый поцелуй. Ловлю твой взор с улыбкой на губах. В браслетах руки, голые в потьмах. Глубокий вырез, стрелка на чулке. И туфли на высоком каблуке. С высоких гор спускается туман. И опустел ночной кафе Шантан. Ты удаляясь, станешь мне чужой. Прическу сбив, растерянной рукой. С высоких гор спускается туман. Когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под синью сонных струй. Я лаской вырвал первый поцелуй. С высоких гор спускается туман. Когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под синью сонных струй. Я лаской вырвал первый поцелуй. Соло танцуют все. С высоких гор спускается туман. Когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под синью сонных струй. Я лаской вырвал первый поцелуй. С высоких гор спускается туман. Когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под синью сонных струй. Я все-таки вырвал первый поцелуй. Редактор субтитров А.Семкин Лаской вырвал первый поцелуй. Песни настоящих мужчин звучат сегодня у нас, друзья мои. Не просто поцеловал девушку, а вырвал у нее поцелуй. Вырвал и оставил с чем была. Белый Орел сегодня у нас в гостях. И уже кто-то дозвонился. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Виталий. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Саша. Виталий, сначала все равно хочу вам спасибо сказать. Хотя вы всегда говорите, что это не вам слова благодарности. За то, что вы приглашаете таких замечательных людей. Вы знаете, я сегодня спешила домой. Как чувствовала, что вот верите. У нас в Анапе, не поверите, минус 18. Прибежала домой, включила ваш канал. И о счастье, поет Белый Орел. Саша, спасибо вам огромное за ваше творчество. За вас прекрасный голос. Вы знаете, когда вас слушают, мне кажется, ни одно женское сердце дрогнет от вашего голоса. Предыдущий звоночек, вот тоже хочу похвастаться, что видела вас в этой же передаче. Там вы тоже были на высоте. Спасибо. И вы знаете, вы там заняли высокое место. Вот я хочу, чтобы вы и в жизни, и в вашем творчестве оставались всегда на этой верхней ступеньке. Пожалуйста, радуйте нас своим творчеством. Ваши песни, ваш голос – это что-то. Спасибо вам огромное. Спасибо. Кстати, мы давно вновь. Это, конечно, тоже личный вопрос, но я видела в другой передаче вас, где вы искали себе подругу в жизни. И если не секрет, нашли ли вы ее? И если нет, то, конечно, огромной любви вам взаимного счастья и любви. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Мы стараемся появляться в различных телепередачах для того, чтобы радовать вас, своих зрителей, новыми песнями, какими-то событиями. И да, участие в различных таких передачах, они, к сожалению, пока, или для кого-то, может быть, к счастью, пока ту самую единственную я не нашел. Я нахожусь в творческом поиске, ну, в таком, да. Давно, кстати, мы не были в Анапе. Это плохо, это наше упущение. Надеемся, что обязательно эту ошибку, пробел этот исправим. Так, угроза произнесена. И надеемся, что в Анапе обязательно найду самую красивую девушку на свете. Я думаю, ты надолго там останешься. В Анапе? Я думаю, да. Давно поберешь это девчонок. У меня, кстати, вопрос, а почему оставил, вырвал поцелуй и оставил ее с чем была? Оставил с поцелуем. А, так ты подожди, ты вырвал или подарил? Ну, все равно с поцелуем девушка-то осталась, все равно с поцелуем. Или поцелуй – это понятие настолько обоюдоострое, что тут непонятно, кто с чем остался в конце концов. Да, кто, да. То есть всем досталось по поцелую практически. Вроде, вот, вот, интересный факт, да? А поцелуй один? В принципе. Да. А два человека, и каждому досталось по поцелую. Уже радостно. Уже-уже приятно. Так что вот такая вот мелочь, а приятно. Да. Я предлагаю послушать следующую песню. Ну, кстати, ради тебя называется следующая песня, а конкурс на лучшую невесту уже, по-моему, был объявлен. Да, да, да. Так что лучшая невеста, мало ли что, звоните, все в ваших, как говорится, руках. Следующая песня ради тебя. Только ради тебя я хороший, дорогая, все ради тебя. Никогда не узнаю, похоже, как же раньше я жил, не любя. Для тебя я на скачках рискую, одеваюсь, как будто в кино. Только ради тебя, только ради тебя я танцую и хочу обыграть казино. Только ради тебя, только ради тебя, дорогая, все ради тебя. Только ради тебя я рискую, со своей судьбой без конца. Боевую во сне повторяю, дорогая, все ради тебя. Для тебя, для тебя, для тебя я на скачках рискую, одеваюсь, как будто в кино. Только ради тебя я танцую и хочу обыграть казино. Только ради тебя, только ради тебя, только ради тебя, дорогая, все ради тебя. Я танцую и хочу обыграть казино. Только ради тебя Только ради тебя Я страдаю и плачу любя Только ради тебя Только ради тебя Дорогая, все ради тебя Дорогая, все ради тебя И очень интересная аранжировка Я, честно говоря, вот первая половина песни Я прям думал Даже, наверное, без кульминации будет все Настолько и флажолетики там И пахету там 32-ми То есть ты не ждал Не ждал, честно скажу Громкого развития А тут громко и все сложилось Ребят, вы были в Америке Были в Париже, во Франции Были в Израиле Вот давайте, наверное, поэтапно С Америки, наверное, Саш, начнем Сколько концертов было? Как проходили? Кто приходил на концерты? Нет, ну концертов было несколько Мы Сначала мы были в Нью-Йорке Был концертный зал Я не знаю, сколько мест было Ну много было Ну конечно, приходят на концерты Настоящие американцы Те, кто когда-то Решили связать свою жизнь С Америкой По каким-то, ну, может быть Соображениям, да Вот Мы все мечтали Тогда О некой Далекой Непонятной Этой стране Кто-то себя там нашел Очень хорошо Очень себя чувствует Кто-то не очень Люди по-разному ехали Кто-то за благосостоянием Кто-то за свободой Кто-то еще По каким-то причинам Да, но все-таки, конечно Ностальгия та, да Вот, которая живет В душе тех людей Которые там живут В хорошем смысле Ностальгия, да То есть Они любят эту музыку Да, вот Почему Как бы Мы ездим туда с концертами До сих пор Едят Ту еду Которую Они привыкли Салатика, оливье Огурчики Бучковые Жайные картошки Самое дорогое блюдо В американском Русском ресторане Это Что бы вы подумали Картошка с грибами Понимаете Да Причем Она делается для особых гостей Там и так далее Вот Так что вот Такие казусы жизни Интересные Да, вот какие-то Другие поворотная часть Этой жизни Она очень интересна Но тем не менее Многие люди пришли Слушали с удовольствием Песню Как у поэтина в России Вечера И мы рады этому Потому что есть возможность Такая вот сейчас общаться Мы ездим Они имеют возможность Прикоснуться Да Какие чаще всего записки Залу приходили в Америке Ой Да различные Различные Но всегда все хотят Услышать песню Как у поэтина в России Вечера Все приходят на эту песню Понятно, что любят И другие наши композиции Но вот эта песня Для зарубежья Это считается знаковой Да, да, да И вообще Вот знаете Песни из разряда Такие Как в нашем репертуаре Как Я тебя помню Да Никто не виноват Ну Для нас Как бы в России В Москве Они слушаются Немножко по-другому Но я тебя помню Ну не хочу Позвонить там условно Да Не звоню тебе По каким-то причинам Там они приобретают Абсолютно другую краску Другой смысл Да Что вот Там очень жестче Все эти понятия Они более И нередко именно На этих песнях Слезы в зале возникают Это да Я даже Иногда Когда поешь эти песни Стараешься делать Как бы Немножко аккуратней Чтобы достучаться Там условно говоря В России Там для человека Надо больше Применить энергетики Чтобы люди поняли А тут тоньше А тут тоньше Иначе как бы да Можно задеть очень сильно Они очень близко К сердцу Все это воспринимают Я предлагаю Пообщаться с нашими Телезрителями Алло С удовольствием Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Александр Рапаэль из города Кемеров Скажите пожалуйста А как вам удалось Попасть в эту группу Белорел замечательную И где все таки Бывший солист Первый Я понял вопрос Первый Мы же поговорили Первый солист Как бы И неизменный человек Который Я являлся Как бы Основателем нашей группы Это Владимир Жечков Он жив Живет Он жив Работает Мы сотрудничаем Работаем вместе Он сейчас парижанин Да Нет Он не парижанин Он россиянин Но живет в Париже Но Как бы По каким-то Своим личным соображениям Сейчас Нет смысла Об этом уточнять Владимир Жечков Никогда не пел на сцене И Слава богу Надеюсь Что я это делаю хорошо Так Ну Я Не знаю Ответил Саша на вопрос Да Давайте послушаем Следующую песню На заре О Какие песни у нас Где-то в городе идет снег Превращаясь на щеках В дождь И не кончится никак Век И не сменится никак Вождь Я на воле не был сто лет Я забыл Я забыл как шелестит Бриз Птица белая летит Вверх Отражение скользит Вниз На заре Я выйду в туман На заре Покину приют Припаду Рыдая к цветам И ноздрями В землю втяну На заре На заре Устав от любви В сотый раз Тебя призову Не боясь Что снова проснусь Облако серых плен Разорву Отражается в зрачках Ночь Память скатывает все Впрок Подрастает без меня Дочь А бессонница Не шьет Срок На заре Я выйду в туман На заре Покину приют Припаду Рыдая к цветам И ноздрями В землю втяну На заре Устав от любви В сотый раз Тебя призову Не боясь Что снова проснусь Облако Серых плен Разорву Снится в комнате Моей Смех На стене Дрожит свечей Блик Смех На просто Не чужой Грех Переходит В горле Смех В крик На заре На заре На заре Я выйду в туман На заре Покину приют Припаду Рыдая к цветам И ноздрями В землю втяну На заре Устав от любви В сотый раз Тебя призову Не боясь Что снова проснусь Облако Серых плен Разорву На заре На заре Саш Это по-моему Если мне не изменяет память Песня Газманова Олега Да Олег Газманов Я почему-то даже вспомнил Кто-то из юмористов Может быть даже грубовато Немножко пошутил Типа Парня-то зацепила Все перепробовал До земли добрался И ноздрями И землю теперь втяну Про Америку поговорили В Париже Как у вас все складывалось? В Париже Только Париж Или по Франции Тур был какой-то? Нет Было несколько концертов Но на самом деле Париж более сложный Такой Знаете У Парижа Это единственный Наверное Город В котором Очень много русских Но Париж В Париж живут люди Влюбленные в Париж Даже если они Как бы Да Бывшие россияне Там Уже в третьем поколении Да Очень многие люди Да То есть если люди живут В Париже Они Они любят Францию Не просто Потому что Так получилось Или хотели Там более осознанно Люди любят Париж Немножко другое Это музыка Вот этот шансон Это Вот это вот Настроение Все Оно витает в воздухе Очень Париж Очень красивый город Вообще Франция Замечательная страна Работать во Франции Приятно Но Ответственно Мне кажется Там сложнее чем Потому что Да Там люди В общем-то Музыкой Не то что Избалованы Да Но в хорошем смысле Они Более эстеты Знают Качеству Да Качеству розень В общем И поэтому Наверное Было очень ответственно Да Вот так Как прошло Как всегда Замечательно Я предлагаю Послушать Следующую песню А потом уже Смотришь И до Израиля Доберемся Неповторимая Называется Следующая песня Я забываю Как меня зовут Когда тебя Я вижу Ангел мой Пусть в моей жизни Даже птицы Не поют Лишь только Слышать Этот голос Неземной Неповторимая И несказанная Всегда Любимая Всегда Желанная Среди затмения Мое просрение Ты жизнь моя И вдохновение В твоем плену быть Наслаждение Я платье белое Тебе дарю И безнадежно Под венец зову Но все равно Всевышнего Благодарю За то Что на одной Земле С тобой живу Неповторимая И несказанная Всегда Любимая Всегда Желанная Среди затмения Мое Просрение Ты жизнь моя И вдохновение В твоем плену быть Наслаждение ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И вдохновение, в твоем плену быть, наслаждение. Я забываю, как меня зовут, когда тебя я вижу. Ангел мой. Саша, добрались до Израиля. Как говорят, израильтяне называют свою страну маленький, но гордый Израиль. Мне кажется, ни одна страна мира не вмещает в себя такого большого, великого духовного сердца, как действительно это удалось Израилю. Будь ты, я не знаю, татарин, еврей, русский человек, там буквально на одном пятачке, на храмовой горе, и мечеть Алякса для мусульман, рядышком Голгофа для христиан, и рядом тоже совсем недалеко, там в Назарете, гробница царя Давида. Как вас встретил Израиль? Посетили ли святые места? Тепло ли было вам там? Ну, вообще, Израиль теплая страна, ну, вот, может быть, Леня как-то, и он был, как бы, так скажем... Когда ты сказал, что, в принципе, вот Израиль такая, да, вот, и будь ты татарин, будь ты еврей, в принципе, уже все достаточно, можно было заканчивать. А, Леня, ты же говоришь. А, в хорошем смысле, это было слово, да. Безусловно, очень дружелюбная страна для нас, для нашего творчества. Нам было там тепло и в прямом, и в переносном смысле. В этот раз мы, так сказать, и побывали и на святых местах, благо у нас непосредственно было выступление там совсем неподалеку. И попали мы и на Мертвое море, теплое, 38, да, было, по-моему, температура воды, поэтому, в принципе, было здорово, тепло, хорошо и уютно. То, что связано с творчеством группы «Белый Орел» и государства Израиль, ну, это очень серьезные такие узы. Мне кажется, это продолжение, как бы, темы Америка, «Белый Орел», «Израиль, Белый Орел». Безусловно, да, но в Израиле, я думаю, что даже ближе у нас к Израилю, потому что в 2000 году мы принимали участие в потрясающем концерте, посвященном Дню Независимости Израиля. И на большом поле, которое было специально выделено для проведения этого мероприятия, было 300 тысяч зрителей, ни больше, ни меньше. И вторым произведением после гимна «Израиль» озвучали как раз с «Коккупательной России» вечера, это было безумно приятно, потому что тут же заметнулись российские флаги, так сказать, наряду с израильскими государственными. Поэтому все, в общем-то, посчитали, что, наверное, это второй неофициальный гимн страны. Так что это здорово, и в Израиле мы всегда приезжаем с удовольствием, нас всегда там тепло встречают и, в общем-то, ждут снова и снова. Я, кстати, тоже помню, был неоднократно в Израиле с концертами, естественно, после концертов там приглашают в ресторанчик. Сам, естественно, попел там после концерта нормально. Выходят музыканты, и как у «Поительного России» вечера, конечно, и причем не один раз. И слеза у посетителей ресторана наворачивается очень серьезно. И лица меняются, и как бы не говорили, что за границей хорошо там, где нас нет. Скучают люди, скучают, как бы то ни было. У нас звонок, алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно вас прекрасно, представьтесь, пожалуйста. Я тоже вас слышу прекрасно. Вот, знаете, я как бы большой поклонник группы «Белый Орел», и в то же время я очень люблю исполнение романсов, особенно когда вот это старые певцы исполняют романсы. Нет ли у группы намерения пробовать исполнять различные русские романсы? Вы имеете в виду классические русские романсы? Ну, как ответить на этот вопрос? В первом альбоме у нас было несколько романсов и песен Вертинского. Мы очень любим романсы, их очень много у нас. Даже иногда мы думаем о том, не перебарщиваем ли мы, не пытаемся ли. Все-таки у нас есть определенная ниша, и романсы – это просто такая светлая, такая, так скажем, романтическая нотка в нашем творчестве. Но мы можем так, каратенечко, что-то вот… Знаешь, Саша, я бы, извини, извини, Лень, я бы ответил немножечко, наверное, по-другому. В первом альбоме были классические романсы русские? В последствии вернее. Вот. Не последние? Да. Но, как мне кажется, сама подача творчества группы «Белый Орел», она является современным, может быть, каким-то модифицированным именно русским романсом. И тут говорится уже, мне кажется, о другой ипостаси русского романса. Кто знает? Может быть, лет эдак через 50-82, как у «Поительного России» вечера, войдет во все анналы, во все музыкальные школы. Гитаристы будут изучать это как классическое произведение. На сегодняшний день это уже песня, которая же вошла в 100 лучших песен ушедшего столетия и прошлого века. Так что здесь уже даже ждать не нужно. Что хотели только что? Ну, мы хотели, я думаю, что как раз ответить на вопрос, в общем-то, песни. Ну, в принципе, это, не знаю, ну давайте. Самый нежный любви Наступает конец Бесконечной тоски Обрывается в пряжа Что мне делать с тобой И с собой Наконец Как тебя отыскать Дорогая пропажа Скоро станешь ты Чьей-то верной женой Будут мысли короче И волосы глаже И от нашей любви Зари голубой Не останется Адреса Даже Вот, пожалуйста. В принципе, слова более неуместны, а я считаю, что следующая песня должна звучать. Так, вот аэроплан. Аэроплан, поехали. Поехали. У меня есть хороший план От любых проблем У меня есть веселый план От печальных тем У меня есть план От плохих вестей У меня есть план От косых дождей У меня есть план Для своих подруг Если что-то вдруг У меня есть план У меня есть план Улететь от горя А потом пустяк Лишь догнать косяк Птиц летящих к морю У меня есть отличный план Для своихenh Veterans У меня есть план Для своих друзей У меня есть план От плохих вестей У меня есть план От косых дождей У меня есть план Для своих подруг Если что-то вдруг У меня есть план Сесть в аэроплан Улететь от горя А потом пустяк Лишь догнать косяк Тис, летящий к морю Соло! Субтитры сделал DimaTorzok Улететь от горя А потом пустяк Лишь догнать косяк Тис, летящий к морю У меня есть план Сесть в аэроплан Улететь от горя А потом пустяк Лишь догнать косяк Тис, летящий к морю А потом пустяк Лишь догнать косяк Тис, летящий к морю Тис, летящий к морю Белый орел сегодня у нас в гостях Хочется, конечно, подискутировать по поводу этой песни Я как-то на одном концерте спел песню свою Там припев такой А я иду и шишки набиваю Я марафоны с детства уважаю После чего где-то в кулуарах услышал Стоят два или три человека Такие, ну, видно, что Такие ребята Не алкоголики Они так Наша песня Я иду и шишки набиваю Я вот думаю, тоже вот Каждый думает меру Я лечу и шишки набиваю Нет, нет, у меня есть план тоже Они так сказали Тоже наши песни Тоже хорошая, правильная Да, правильная песня Следующая песня Следующая песня Никто не виноват Никто не виноват Субтитры создавал DimaTorzok Сигарета К сигарете Дни ненастные Дремлет город В бесконечность Уходя Бродит музыка Лениво Беспристрастная Ветры кружатся В дожди Переходя Не пытай меня Расбросами Напрасными Знаешь, видно Я давно Перегорел Кто-то скрасит Нашу жизнь Другими красками Даже если я О чем-то Пожалел Никто не виноват Что снег Идет зимой Никто не виноват Что летом Будет сной Что осень Закружит Поглядною листвой Никто не виноват Мы разошлись Мы разошлись С тобой Долгий путь От любви Моей До жалости За рассвет Все равно Придет закат Ты за все Прости Прости меня Пожалуйста И никто Из нас Ни в чем Не виноват Никто не виноват Что снег Идет зимой Никто не виноват Что летом Будет сной Что осень Закружит Поглядною листвой Никто не виноват Мы разошлись С тобой Ух Ух Ж Simmons Никто не виноват, Что снег идёт зимой. Никто не виноват, Что летом будет зной, Что осень загружит Погряною листвой. Никто не виноват, Мы разошлись с тобой. Группа «Белый орёл» сегодня у нас в гостях. Саш, осталось минут восемь. Я не знаю, успеем ли мы две песни. Видимо, не успеем. Поэтому, я думаю, мы обойдёмся без песни без тебя. Без песни без тебя. Без песни без тебя, да. Более плодотворно подготовимся к папиозу, Если можно так сказать, нашего сегодня концертного Действа и, я думаю, есть несколько, чуть-чуть, две-три минуты Поболтать нам с тобой. Бывает ли такое, что текст забываешь? Да, бывает, бывает. К сожалению, бывает. И бывает это иногда На очень ответственных концертах Может быть, Некое волнение, Может быть, Некие такие, вот знаешь, Какие-то мысли, что хочется сделать лучше, Больше думаешь о своём внешнем. И забываешь, как надо. Да, да, да. И забываешь, как надо, точно. Вот. Это как раз то самое лучшее, Когда враг хорошего, Очень думаешь о своём внешнем виде, О волосах, о туфлях, И как-то всё перемешивается. Да, ну, как правило, это более технический. Да, так стоишь, что важнее сейчас волосы, Туфли, волосы. Да. Так, текст. Текст, да. Музыкант отвечает, а какую песню поём? Да. Какой анекдот. Какой анекдот. Сейчас трой вчерашний, поехали. Да. Но вообще, конечно, это бывает очень крайне редко. Крайне редко, может быть. Наоборот. Особенно забываешь в таких песнях, Которые вот уже спеты тысячу раз. И почему, с чем это связано. Это всё становится на автомат, да. Да. И вот в тот самый момент, Когда вот какое-то слово вылетело, И дальше уже, ну, профессионализм спасает всё равно. Есть такое понятие, как «клин» называется. Когда ни туда, ни сюда уже, Ты же понимаешь, ладно, сейчас это всё пройдёт чуть-чуть, И всё встанет опять на своей рельсе. Ну, что хочется сказать, друзья мои. Слушайте внимательно. Песня очень свежая. Написана практически сейчас. Так что слова вы знаете сами, Как упоительные в России вечера. Вы знаете, Это не так, что оно всё пройдёт. Ну я не знаю. Как упоительный в России вечера Любовь шампанское, закаты, переулки Ах, лето красное, забавы и прогулки Как упоительный в России вечера Балы, красавицы, лакей, юнкера И вальсы Шуберта, и хруст французской улки Любовь шампанское, закаты, переулки Как упоительный в России вечера Как упоительный в России вечера В закатном блеске пламенеет снова лето И только небо в голубых глазах поэта Как упоительный в России вечера Пускай все сон, пускай любовь игра Ну что тебе мои порывы и объятья На том и этом свете буду вспоминать я Как упоительный в России вечера Субтитры создавал DimaTorzok Пускай все сон, пускай любовь игра Ну что тебе мои порывы и объятья На том и этом свете буду вспоминать я Как упоительный в России вечера Как упоительный в России вечера Как упоительный в России вечера Ну что ж, основательный, главный гвоздь Вбит в раму нашей программы Нашего сегодняшнего концерта В исполнении группы «Белый орел» Саш, был ли кризис у «Белого орла»? Ну, кризисные, наверное, моменты Всегда встречаются в жизни Какие-то взлеты, падения, наверное Судя по нашей коде, нет Да, оптимистические коды Куда оптимистичнее получилось Ну, стараемся из трудных Каких-то сложившихся обстоятельств Выходить достойно По крайней мере, это спасает Ну, вот то, что в прошлый год Как сейчас нам СМИ утверждают Что мы из кризиса выходим Вот этот вот год На вас имел ли какое-то воздействие? Нет, ну, конечно Морально стало немного, может быть, меньше работы Но, вот, если честно Не хотелось бы хвастаться Но, тем не менее, у нас особо меньше работы не стало Мы как-то работаем в том же самом режиме В нормальном То есть, вот Но оттуда, отсюда слышишь От коллег по цеху Что стало хуже Это... Но само настроение, может быть В которое даже вокруг тебя Витает, независимо от того Как у тебя обстоят дела Все равно они как Отпечаток некий откладывают Но мы стараемся Не обращать внимания на мелочи Самое главное, что спасает Это желание работать, творить И... Самое главное, что мы стараемся Не раздражать коллег по цеху Да, да Это тоже Это тоже такой вот момент Когда стараемся как-то не говорить Или там как-то, ну Не афишировать какие-то моменты Но, тем не менее Тем не менее Музыкант живет Не только количеством концертов, да Но и качеством И какой-то продукцией Группа «Белорел», дорогие друзья До свидания Смотрите нас завтра Счастья вам Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»